Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 21 декабря 2020 год Я только что приехал Ну не только что, в 6 часов утра Вот уже записываю третье видео Сегодня я запишу видео на необычную тему Вы видите, что я надел такой костюм Это сборная России Вот такой вот И сегодня хотелось бы мне поговорить На такую идеологическую, патриотическую тему Все мы с вами любим спорт Все мы с вами болельщики сборной России Все мы с вами патриоты И последние 20 лет я слышу Даже больше лет 30, наверное Я слышу по телевизору и вообще из многих источников Такие голоса от разных депутатов И общественных деятелей Которые говорят, что России нужна новая идеология Что Россия дальше не может развиваться Без новой идеологии Что она нужна Ее надо сформулировать Ее сформулировать никто не может Вот поэтому я хочу высказать свое мнение Как человек, который жил в Советском Союзе И при распаде Советского Союза Мне было 26 лет Умножать и на 2 52 я еще прожил То есть 26 и даже больше Поэтому я могу судить о том, что было раньше И высказать свое мнение На мой взгляд Я прочитал в своей жизни много Достаточно много книг Был в разных странах Слежу, в общем-то, за темой На мой взгляд Идеология России должна строиться На трех основных понятиях Первое понятие – это патриотизм Второе понятие – это родина И третье понятие – это человек Вот исходя из трех этих критериев На три кита должна опираться Наша современная российская идеология Итак, что касается патриотизма То тут все понятно Путин для этого делает все 9 мая мы отмечаем С каждым годом все больше и больше Размах этого в хорошем смысле мероприятия Снимаются новые фильмы К сожалению, те фильмы, которые снимаются сейчас Они в подметке, извините Не годятся тем старым, которые были раньше сняты В 70-х годах Например, «Освобождение» можно смотреть бесконечно каждый раз «Битва за Москву», «Тайфун» Такие фильмы, как «Горячий снег» По сценарию Юрия Бондарева Который прошел всю войну Вот эти фильмы, конечно Гениальные, уникальные И актерский ансамбль, и все на свете А сейчас, вот последние фильмы, например Я приведу два примера Это «Сталинград» Основной сценарий написан Илью Тилькиным Дописан Сергеем Снежкиным, по-моему И Федором Бондарчуком И там еще был четвертый участник Значит, фильм неплохой Но как бы сам сценарий Он такой Скажем, такой надуманный То есть Девушка в осажденном Сталинграде Хочет принять горячую ванну Ее любят четыре мужика Которые ей таскают горячую воду Понимаете? Это мог придумать только Илья Тилькин Еврей из Ленинграда Почему так говорю «Еврей из Ленинграда»? Ну как бы Я Илью Тилькину Не то чтобы знаю хорошо Я прекрасно помню, как он начинал Он написал еще сценарий фильма Гетеры майора Соколова То есть опять про проституток Опять про баб Потом он еще снял фильм Написал сценарий про Ивана Грозного Где Грозного играет Евгений Цыганов Начинается все сцены Как голые бабы моются в бане Понимаете? У Ильи Тилькина У него что-то Значит на этой почве У него не все в порядке Значит я сам из Норильска Илья Тилькин начинал в Норильске Поскольку его отец Был хозяином на Норильском телевидении До этого на Норильском телевидении Работал Игорь Шатхан Лет 10 наверное Потом он с Ленинграда Прекрасный режиссер Который снял такие передачи Как «Контрольные для взрослых» Стал известен Потом Шатхан Уехал в Ленинград И это был первый человек Который сделал интервью с Путиным Когда Путин был просто Заместителем Собчака После чего Шатхан стал Ну таким как бы Вхож во все кабинеты Потом Шатхан вернулся в Норильск Снял «Снег судьба» Мой документальный фильм Про Норильский лагерь Гениальный По основам которого Я пишу книгу И я в переписке состою с его вдовой Игорь Шатхан К сожалению умер несколько лет назад Значит вот там начинал Илья Тилькин На этом Норильском телевидении И поэтому Значит Сталинград Это в общем-то Фильм сам по себе Визуально неплохой Спецэффекты все дела Но сам сценарий Начинается с японского Землетрясения Все вот это притянуто За уши Вот это вы Ну понимаете Это вот Какая-то баба русская Которая живет с немцем Ну вот зачем это нужно Как бы сожительствует Ну короче говоря Вот не то не то И вот «Белый тигр» Например Карина Шахназарова Где Значит в основе сюжета Играет прекрасный актер Алексей Все время забыл фамилию Мистическая история О том что танкист Сгорел в танке Но он почему-то вот выжил И на нем заживает Как на собаке Или как на кошке Понимаете Но этого быть не могло Потому что такого быть Не могло никогда Эта история выдумана Абсолютно Понимаете Выдуманная история То есть кризис жанра Поэтому фильмы нужно снимать Например О летчицах О героинях Вот я предлагаю Я написал сценарий Но он был отвергнут Секретарем Карина Шахназарова Игоря Угольникова Никита Михалкова И тогда Я помню Станислав Говорухин Я им всем послал Да Ну читали секретарь А они вообще не читают То есть нужны новые герои Новые лица Понимаете Поэтому Нужен патриотизм Потому что на старых фильмах Далеко не видишь Да их нужно Потому что молодое поколение Их не смотрел Пускай оно смотрит Да Но чем дальше война Тем значит Это все уходит Но тем не менее Вот эти чингизиты Они помнят Чингизы своего Чингизхана этого Вот Чингизиты Это узбеки Казахи Киргизы Народы Которые причисляют себя К потомкам Чингизхана Они этим гордятся Хотя это было 500 лет назад Может быть даже больше Это было давно неправда Может быть тысячу лет назад И Значит Вот эта тема войны Тема патриотизма Она цементно образующая Именно в плане идеологии Будущей нации То есть патриотизм нужен Но нужны новые герои Нужны новые герои Современные герои Да Например Какой-то там Человек совершил Какой-то подвиг Снимите про него фильм На какой-то войне Например Не знаю На чеченской На чеченской На армянской На грузинской На любой войне Он должен совершить Какой-то подвиг Какой-то гражданский подвиг Что такое герой нашего времени Вот Олег Янковский Влюблен по собственному желанию Помните Прекрасный фильм Где он Бывший велосипедист Чемпион Советского Союза Работает У станка Он такой непризнан Его никуда не берут И вот он Пытается Из себя Что-то сделать Вообще Секрет любого хорошего фильма Лежит в том Что человек Работает над собой Вот Например Шарапов Работает над собой Глеб Жеглов Работает над собой Значит Вор Рецидивист Кося Сопрыкин Работает над собой И так далее Но и так же Они работают И друг на другом Они как-то влияют Друг на друга То есть Идет взаимовлияние Идет такой процесс Человеческий Вот что такое Секрет хорошего фильма В современных Советских фильмах Российских Этого нет Значит По То есть Литература Должна быть Патриотическое Кино Должно быть Патриотическое Я предлагаю Снять фильм Про героев Советского Союза Это женщины Первые герои Советского Союза Значит Которые перелетали На Дальний Восток Москва Дальний Восток Значит 25 сентября 1938 года Они вылетели На самолете Который они назвали Родина Сталин не разрешил Называть в честь себя Потому что А вдруг он упадет Самолет действительно упал Потому что Кучился бензин И они в тайге 10 дней Шлялись Их там нашли Вот об этом фильм О том как готовился полет О том как их нашли Как они потом вернулись Их последующая судьба Война И все заканчивается космосом Потому что Две погибли Грязодубова Значит Осталась жива Я с ней лично Встречался В первом классе В новинской школе Она приезжала Я с ней Даже Мне было 8 лет Но что я понимал Я к ней подошел Тетенька Можно звезду героя потрогать Она разрешила Она народная депутата Понимаете Очень добрая тетка Валентина Грязодубова Вот про нее Про ее судьбу И заканчивается тем Что к ней приезжает Мальчик Из Харькова И Игорь Волк Вот И говорит Я хочу Получить направление Значит Высшее Летное училище Именно Московское Меня направили Там в какой-то Мухосранск Она говорит Мальчик ты откуда Она говорит Я из Харькова Ой все Заходи Ты мой земляк Давай проходи То есть она Накормила Напоила Там Позвонила Вдовцу Осипенко По-моему Осипенко погибла Во время войны При испытаниях И Марина Роскова Тоже погибла Они погибли Во время войны Но они Не на войне Они на испытаниях Погибли И вот Вдовец По-моему Осипенко Александр Он там стал Замминистром Авиации Там генералом Она ему позвонила Говорит Возьми мальчика Тут кто-то позвонил И Игорь Волк Стал кем? Командиром Экипажа космического Корабля Буран Вот это единственный Который наш был Вот он был Понимаете Это человек Который единственный Игорь Волк Который Все 15 типов самолетов Советских На тот момент Боевых Посадил По приборам При нулевой видимости Вот такие Понимаете Факты Вот такой Он к сожалению Тоже уже скончался Несколько лет назад Вот об этом Нужно снять фильм Понимаете Дальше Теперь что такое родина Родина То есть для человека Должно быть Это святое понятие Что такое Россия Россия Это и Башкирия И Татария И Дагестан Это все Россия Вот в этом Только в этом ракурсе Нужно И Крым Значит Нужно рассматривать Нашу родину И как сделать ее лучше Понимаете Дальше Понятие человек Что такое человек Русский человек Российский человек Если раньше был советский человек И это было понятно Это что основная цель была, одна из основных целей Советского Союза сделать не просто страну, сделать человека нового типа. Если на Западе человек как робот, он работает, платит налоги, работа, дом, больше ничего, то советский человек развивается всесторонне. Он культурный, он духовный, он соблюдает принципы коммунистического сожительства, или как называется, забыл это слово, добрососедства. То есть человек человеку друг, товарищ и брат, понимаете, то есть как в Библии, вот как в Библии только эта коммунистическая мораль была, что человек человеку прежде всего должен быть другом, товарищем и братом подставить плечо. Вот такая была мораль, то есть хотели создать человека нового типа, и это частично удалось, то есть люди были добрее, люди были светлее, люди шли к победе как бы коммунизма. Ну что такое коммунизм? Это просто опять же из Библии подмена рай, вот попасть в рай, коммунисты поменяли, подменили слово рай, заменили на коммунизм, попасть в коммунизм. Вот такие вот понятия. Поэтому сейчас нужно строить нового человека, создавать на основе общероссийского менталитета. То есть что такое понятие русский? Это в принципе и дагестанец, который родился в Москве, у которого мама, например, условно говоря, аварка, а папа это басаранец. Он типа русский, понимаете. Хотя он по крови дагестанец, он культурно русский, потому что понятие русский, оно должно быть культурологическим, национальным. То есть человек, который называет себя русским, он должен знать русский язык, допустим, да, не обязательно родиться в России, он должен быть культурно прежде всего русским. Хотя по крови он может быть, например, мать из Тонка, отец узбек, неважно, неважно, он может записаться русским. Вот я что предлагаю. То есть это вот как американец, например, да, неважно, там, ты приехал из Швеции, из Германии, ты через 4 года стал американец. Во Франции что такое француз? Это уже негры, это уже арабы, это какие-то, там, извините, кришнаиты, которые приехали во Францию, они все французы. Может быть это тоже правильно. Почему? Потому что во Франции есть великая культура. Вот культура, культура тоже, наверное, какой-то цементно образующий такой фактор. Он должен быть вот в основе вот этого фундамента, который представляет из себя вот на самом деле идеологию. То есть патриотизм, Родина, общая культура и человек нового типа. Теперь по поводу построения новой страны. Вот я прекрасно помню 70-е годы, да, например. Мы строили новую страну, мы строили БАМ, какие-то стройки века, строили КТЭК, КАНС-Качинский территориальный экономический комплекс, герноземный какой-то комбинат огромный. Сочи тоже был когда-то всесоюзной ударной молодежной стройкой. В 50-е годы сюда поехали. В Норильск поехали. Московский десант, Ленинградский. Остались они там. На кладбище все лежат. Есть Московская улица, Ленинградская в честь них. И упирается прямо в кладбище. Вот станция Голикова называлась. Вот поэтому сейчас нужно тоже какой-то гигантский проект Путину объявить. Например, что такое Крымский мост. Да, это хорошо. Крымский мост это был пробный шар такой. Это не была всесоюзная комсомольская ударная стройка, потому что платил Рутенберг. Деньги его. Ему надо купить этот проект. Въезд на мост, конечно, платный. Это все детали, это все нюансы. Об этом упоминать не нужно. Нужно просто кинуть клещ, что у нас огромная страна, что ее нужно осваивать. Ребята поехали на Дальний Восток, на судоверфь, строить судоверфи Кера, на ледоколы и прочее. Поехали в Магадан строить железную дорогу. Магадан, Якутск до сих пор нет дороги. Потом нет дороги Чукотка, Магадан. Вообще Магадан, до него нет железной дороги. Хотя, в принципе, построить можно. Просто китайцам с Висней они приедут, заплатят. Они построят вам за год эту железную дорогу. Еще и паровоз пустят по ней. Поэтому вот такой проект какой-то великий. Нужно сделать какой-то великий проект. Например, туннель между Сахалином и материком. Тоже при Сталине начали делать, Сталин умер, бросили. Там 10 тысяч человек работало. Сейчас это можно все сделать, есть современные технологии, только плати бабки. Но экономически он должен окупаться. Потому что Сахалин огромный остров, товарооборот, понимаете. Лес, уголь, нефть, рыба, туда-сюда. Да, поэтому надо следующий туннель или мост строить уже с островом Хоккайдо, понимаете. Это уже, это система. А дальше с Японии. Потом поезда пойдут с Японии через Сахалин. Это целый каскад мостов, это очень дорогостоящий проект. Потому что только один мост, он может стоить порядка, не знаю, 10 миллиардов долларов, условно говоря. А таких мостов нужно ни один, ни два. Это надо с японцами, значит, договариваться. Вот такие вот моменты. Не надо стесняться Путину, но надо просто объявлять, что ребята, давайте освоим Сибирь, давайте освоим Дальний Восток. Есть пробные шары, например, Дальневосточный Гектар. Ну, знаете, кому охота, имея в Москве, летать на Дальний Восток, на свой Гектар. Что там, это самое, сесть там, извините, посрать на этом Гектаре, вернуться назад, больше ничего делать не нужно. Какой нормальный человек бросит в Москву для того, чтобы осваивать какие-то Гектары. Сейчас арктический Гектар, нужны налоговые льготы, один Гектар это мало. Гектар нужно давать вдоль реки, например, вот идет река Лена, идет река Опия, идет река Енисея. Это огромный, великий, величайший, типа Амазонки, в десятку крупнейших ходят. Там Хуанхэ, Янзэ, там, значит, и вот эти вот, да. Дай ты, значит, Гектар, хорошо, вдоль берега тебе твоих там 200 метров. 200 метров, что такое вдоль берега? Ты можешь ловить рыбу сколько хочешь, но ты ее должен сдавать, потому что, рыба не переведется, потому что Енисея, это огромная река, которая, видите, впадает в океан, там русло, там, не знаю, там, она же, Енисея, он заканчивается сразу океаном, там нету как такового впадения, да. Там рыбы просто завались. Человек же, ну, поймает он 10 тонн рыбы. Куда он? В за год контору, понимаете. Вот таким вот образом нужно осваивать Сибирь. Потому что сейчас в Енисея, я ездил на пароходе, в детстве, туда-обратно, да. Поселки, катера, яхты вот эти летали. Метеоры, который, фильм «Калинокрасный пункт» имеет, кометы летят, да, по воде. Вот там такие плавали, да. Вот что нужно делать Путину, значит, за счет освоения Сибири. Кто поедет в Сибирь? Узбеки поедут, киргизы поедут, понимаете. Все поедут. Вы знаете, что Ингушевич очень много живет на Чукотке, в Магаданской области. Они там занимаются золотодобычей. Они уехали туда еще в советские времена. До 86-87 года можно было создавать артели, то есть частным образом добывать золото или получастным. Путину нужно возобновить эту практику. Одна из крупнейших артелей возглавлял ее Вадим Туманов. Фильм «Фартовый». Смотрели фильм «Фартовый»? Вот это Вадим Туманов. Он возглавлял артель после того, как освободился. Высоцкий был его другом. Высоцкий написал книгу про него, называется «Черная свеча». Я эту книгу читал. И вот Вадим Туманов, не знаю, жив или нет. Если жив, то он был где-то лет, наверное, 85. Вот такие истории. То есть золото добыча. То есть дайте освоить Сибирь, дайте частную инициативу. Представление-то было? Было. Заготавливайте пушнину. Бейте белку, бейте соболя. Добывайте меха, соболей, медведей, росомаху, кого угодно. Какой-то борсучий жир. Медвежью струю, бобровую струю. Езжайте, добывайте. Вот вам патент. Делай, что хочешь. Завод контора принимаем. Вот такие моменты, ребят. Может быть, это не по теме спорта, но это тема патриотизма. Я думаю, что мы все с вами патриоты. Независимо от национальности. Армяне, грузины. И вот тоже тут есть у меня знакомый грузин, который хает Путина, хает Россию. Сам приехал из Тбилиси, живет здесь уже 30 лет. Я говорю, слушай, дорогой, ты либо не живи здесь, либо не хай. Но уж, коль скоро ты живешь, это твой родной дом. В котором ты живешь, обсирать. Вот сейчас смотрю, замолчал. Зовут его Валера, не знаю, как его по-грузински, но он старше меня, ему лет 60. Поэтому я обращаюсь к людям разных национальностей. Любите свою родину, независимо от этих национальностей. И ко всем нациям нужно относиться уважительно. И хочу сказать, что в российской истории очень много именно инородцев сделали много дел. И Колчак тут же осваивал север. Он вообще турец какого-то, югославского происхождения. И Беринг, и Белинсгаузен, значит. И очень много мореплавателей было, которые, в общем-то, не русского происхождения. Датского там. Беринг датского происхождения, Белинсгаузен, по-моему, немецкого происхождения. Да и вообще толковый словарь даже создали. Первый русский толковый словарь. Составили немцы Эфрон и Браггауз. Понимаете? А Владимир Даль, который создал тоже толковый словарь, он датчанин был по образованию. По происхождению по образованию. Понимаете? Так как у Жириновского спросили-то. А он ответил, у меня мама русская, а папа юрист. И потом все стали ржать. А он объяснил, говорит, мне просто спросили, кто у вас мать по национальности, и кто отец по профессии. Кто ваш отец по профессии? И он ответил, отец юрист, а мать русская. А все стали ржать, что он типа еврей. Поэтому, ребят, надеюсь, было интересно. Подписка, лайк. В комментариях будет закреплен промокод. Ссылка, чтобы зарегистрироваться в Млбеке. Получайте промокод, перерегистрируйтесь в Млбеке. Получайте фрибет и отыгрывайте в моей группе. Вступайте в мою группу в WhatsApp. Всем удачи и привет, пока. Субтитры сделал DimaTorzok